Всем привет из Канады! Сегодня второй уикенд, вторые выходные после начала тотального локдауна в провинции Антарио, Канады. Заключается он в том, что без большой необходимости людям нельзя выходить из дома. И мы решили покататься и немножко выйти, пройтись. Ну вот спортом как будто бы заниматься можно, а прогулки на свежем воздухе можно приравнивать к спорту. И мы решили пройтись по городу, проехаться и посмотреть к нашему озеру, к нашей набережной, посмотреть, есть ли там люди. Но как вы видите, люди ходят по улице. Я не могу сказать, что прямо уж так пустынно. То есть вот сказать, что все они совершают прогулки на свежем воздухе, я не возьмусь. Но никто никого не ловит за руку, не хватает, не спрашивает, куда вы идете, где вы живете, почему вы вообще не дома. Вот, но народ, конечно, мало. Хотя сегодня довольно была хорошая погода, когда мы собрались выходить. Было солнышко, а сейчас вот все заволокло тучами. И если честно, я думаю, что мы долго не прогуляем, потому что возле воды всегда ветер и всегда холоднее, чем внутри, как бы в городе. Но посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ну вот. Компромат снимаю. Это гуляющих людей. Ну, знаете, что нам как бы конкретно не объяснили и не сказали, что нам можно делать, что нам нельзя делать. Вернее, сказали, что это называется self-assessment. То есть вы должны сами решить, так ли вам нужно и необходимо выходить из дома. И как бы на сознательность, на нашу сознательность давят. Ну, мы сознательные, мы, если честно, действительно особо стараемся не ходить, куда не надо. Но, в принципе, вот невозможно сидеть в четырех стенах, хочется подышать воздухом. Потом, я же блогер, мне же надо контент снимать. Что же я буду снимать, если я буду сидеть дома? Приехали мы на нашу набережную. В нашем городе две набережные. Одна в даунтауне и одна, это называется, Бронте-Виллоч. Это как бы, когда-то это было отдельным городом, сейчас его присоединили к Оквиллу. Здесь, в основном, Марина у нас. То есть у нас стоят яхты пришвартованные. Здесь, если подойдем по берегу, я вот такая же. Ну, и люди гуляют, что вам сказать. Конечно, нет такого прям, что все прямо уже не выходят из дома. Но сейчас посмотрим, запаркуемся, пойдем пройдемся тоже. На паркинге очень много места. Обычно здесь не пристроиться и не запарковаться. Особенно воскресенье, а сейчас вот, пожалуйста, полно места. Ну, все-таки, конечно, людей меньше. Здесь обычно очень много людей гуляет. Но учитывая то, что зима, то, что стрикшен у нас всякий, то есть как бы все-таки люди есть. Я ожидала, что вообще никого не будет. Как залко, что спрятало солнышко. Здесь вообще очень красиво, когда много солнца. Ну, что делать? Погода изменчивая. Здесь ресторан у нас и зал, где устраивают свадьбы, всякие торжества. Ну, закрыто, конечно, сейчас все. Ну, вот видите, людей совсем немало. И здесь есть очень красивая веранда летом. Здесь можно сидеть на первом этаже, на веранде и ресторан. А наверху, на втором этаже, здесь зал торжеств, устраивают свадьбы. Очень приятное место, потому что веранда находится, в принципе, выходит на берег и выходит на воду. И можно очень красиво сидеть, кушать, пить и наслаждаться видом озера, яхт. Часто здесь бывает джазовая музыка, живая. Не только джазовая, разная музыка, живая. Вот она, видите, веранда. Ну, сейчас, конечно, все закрыто. Ой, там какой-то шалаш построили. Давайте подойдем, посмотрим, что это было. Мы здесь давно не были, на самом деле. Туда можно зайти. Да? Почему нет? Все открыто. Вот такая вот, видите, все стулья, все столы, и они завернули. Да, зиму закрыли. А, вот здесь это бар. Слушайте, мы так давно здесь не были, а здесь построили такой бар, наверное, летом. Мы давно здесь не были. Ох, как здесь было прекрасно, приятно сидеть. Особенно вечером, когда горели эти лампочки. Смотреть на воду, смотреть на яхты. Пить вино. Что-нибудь вкусненькое потреблять. Вот еще немножко вам стульев. Написано. Face of Bronte. Bronte – это то место, где мы сейчас гуляем. И здесь даже есть какое-то название. Продолжение. Патрес. Все-таки, видимо, имя художника, который присутствует. Не просто так, а художник с автографом. Но летом здесь очень приятно сидеть. Но летом эти стулья всегда заняты. Вот, кстати, они привязаны таким, такой леской, веревкой, чтобы их не утащили. А это целое гусиное поле. Вот если вы хотите знать, кто главные жители Канады, то это гуси. Их так здесь много. Их очень много. Они охраняются правительством Канады. Их нельзя трогать. Они тут кушают травку. Как это усилено здесь. Все это поле в их, так сказать, отходах. Посмотрите, вот здесь картина прудовеза. Ай, плохо видно, отсвечивает. Какие-то каменные поделки. Какие-то медведя тюльи. Какие-то камни, да. Отсвечивает немножко. Но я думаю, что вы поняли, о чем речь. Это очень старый дом. Здесь находится ресторан. Один из моих любимых. Называется Коу. Мы сейчас тоже поближе подойдем. У него есть ресторан сам внутри, как бы в здании. Есть очень, очень красивая веранда, на которой тоже очень приятно сидеть летом. Потому что она выходит окнами на озеро. О, там даже до сих пор музыка играет. Вот так он называется по ресторану. Очень-очень люблю это место. Здесь барная стойка, здесь диванчики, здесь стояли столы. Слышите, музыка играет до сих пор. Люблю очень это место. У нас с вами поход. Поход по местам боевой славы моей. Походы по ресторанам и кафе, где мы сидели когда-то, когда было все открыто. На самом деле, не то, что мы прям уж так каждый день куда-то ходим, но в выходные часто бывало, что садились с чашкой пива или пинат. Вот это тоже место очень симпатичное. Тут тоже бар-ресторан. И здесь тоже есть веранда. До сих пор у них еще, видите, крисмосные украшения. И вот это они закупили эти обогреватели, чтобы можно было сидеть на улице. Тут тоже все закрыто. Вот так он называется. American Tapos Park. Очень симпатичное место. У них внутри неплохо. Люблю вообще это место. Люблю этот район оквила. За близок к воде, за хорошие рестораны. За то, что можно очень приятно бросить время здесь. Самое лучшее мороженое в оквиле находится здесь. Вот это место называется The Flavor Fox. Здесь действительно самое лучшее мороженое в оквиле. Здесь всегда-всегда стоит очередь. И здесь стоят тоже столики. Вот на этой веранде можно посидеть, покушать мороженое. Sorry about the post. Да-да, к сожалению. Зато у них можно сделать онлайн-ордер. Можно заказать онлайн-мороженое. Вам привезут его, наверное. Вот, пожалуйста. Как сказал мой муж, кому карантин, кому мать родная. Людей нету, людей мало, и они пасутся себе тут в волю. Их очень много у нас, этих гусей. Это прямо гусиное царство. А с другой стороны у нас здесь стоят очень красивые дома. Такие красивые особняки. Прекрасные, недешевые строения, которые, как вы видите, они выходят на воду. Как я уже говорила, что все, что выходит на воду в Канаде и вообще везде стоят намного больше, чем то, что не выходит на воду. Очень ухоженные, очень чистые. Видите, они сделаны под такие дома, как будто бы начало 20 века. Старые, такие старые английские, а на самом деле современные постройки. Вот тоже очень красивый дом. Там даже какая-то скульптура стоит внизу. Дама с кувшинами. Сейчас мы поближе посмотрим. Вот такая вот скульптура. Хорош такой домик. О цене я не беру судить, но я думаю, так миллионов 6-7, наверное, потянет. Ну и все остальные вокруг тоже. Смотрите, какие милахи встретились. Канадцы вообще собачники. Канадцы очень любят собак. Еще одна красавица. Вообще, конечно, сейчас наличие собаки в доме это большое преимущество, потому что вот с собаками можно гулять безоговорочно, без всяких ограничений. И если вы гуляете с собаками, то вы совершенно можете не бояться никаких репрессий со стороны властей, которых никто на самом деле и так не боится, но все-таки какое-то, знаете, такое ощущение, что мы вот нарушаем, нарушаем. Оно как бы присутствует, а если вы гуляете с собаками, то вы гуляете совершенно законных основаниях. А вот смотрите, какой красивый дом у него балкон, а вот на озере сделано стекло, чтобы ничего не заслоняло. Снова там с собачкой. Не завести ли нам собаку? Стало я думать. Произвели мы разведку боем таким образом. Хотели посмотреть, как соблюдают, не соблюдают правила, что можно, что нельзя. В общем, убедились, что гулять можно совершенно спокойно, лучше с собакой. Но без собаки можно тоже. Никто нас не остановил, никто нам не сказал, что вы делаете, зачем вы тут ходите. В общем, ну, ситуация вот такая. Я думаю, что, конечно, собираться большими компаниями по 10 человек не стоит, а так вот выйти прогуляться совершенно можно спокойно. Собственно, мы не сомневались в этом, но вот решили посмотреть, проверить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова